По последним данным в Узбекистане за последние пять лет число правонарушений, связанных с наркоманией, выросло в два раза. А объемы конфискованных веществ увеличились в девять раз. Действительно, вопрос уже давно приобрел глобальный характер. В ходе третьего заседания программы Евросоюза по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии, руководители и эксперты профильных организаций стран региона и европейских антинаркотических институтов обменялись мнениями и опытом в области методов выявления первичного лечения наркозависимых лиц, а также эффективных способов проведения разъяснительно-профилактических мероприятий среди населения о вреде и последствиях злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Актуальность проведения заседания подобного масштаба обуславливается тем, что в мире из года в год усложняется ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Данный аспект также оказывает свое негативное влияние и на нашу республику. Так, за последние пять лет количество наркопреступлений увеличилось в два раза, а количество взятых наркотиков в девять раз. При этом в республике проводятся широкомасштабные работы по упреждению данной угрозы, в том числе по совершенству нормативно-правовой базы. Так, по инициативе главы нашего государства была принята национальная стратегия Республики Узбекистан по борьбе с наркотиками на 2024-2028 годы. Указанная стратегия предусматривает проведение широкомасштабных работ как в сфере профилактики, так и в сфере пресечения, выявления, лечения наркозависимых лет и незаконного оборота наркотиков, а также укрепления международного сотрудничества. Главное средство борьбы с наркоманией, как отмечают эксперты, это мероприятие по предупреждению употребления наркотиков. Хотя последние 20 лет исследования в рамках программы «Кадаб Евросоюза» служат стабилизации ситуации, сейчас в информационный век требуются совершенно новые подходы. На сегодняшний день мы знаем, что имеются новые вызовы, новые психоактивные вещества появляются, новые механизмы, информирование населения, это социальная сеть, интернет. Это тоже говорит о том, что мы должны пересматривать наши профилактические программы. И на сегодняшний день наши профилактические программы, они интегрированы, они не только просто в системе общественного здравоохранения, они у нас в системе здравоохранения, в системе МВД. И мы очень сотрудничаем совместно, вплотную с гражданским сектором. И мы знаем, что эта проблема актуальна не только для нашей страны, как и для страны, это проблема актуальна и для нашей соседней страны. И только совместно вместе мы можем перебороть эту проблему. И поэтому такие наши диалоги, такие платформы, как сегодня у нас была организована, она необходима. Мы знаем, что очень большие успехи имелись и в программе «Кадаб-6», «Кадаб-7» продолжается. И мы надеемся, что в будущем у нас поставлены уже очень большие цели, и совместно мы можем достигнуть цели нашей программы. Это конференция третья по счету. Мы привлекли к нему ведущих ученых и исследователей из престижных европейских организаций. Проблема наркомании представляет сегодня большую угрозу для населения всех стран в новых направлениях. Расширяется аудитория распространения. Поэтому, если мы не разработаем современные меры по борьбе с этим, это будет иметь еще более тяжелые последствия для всего человечества. Поэтому нас поддерживают более ста организаций мира, и благодаря их доброй воле мы добиваемся хороших результатов профилактики и лечения заболеваний. Конференция позволила обобщить материалы и исследования в этом направлении. Руководители и эксперты специализированных организаций стран Центральной Азии и европейских антинаркотических институтов также провели соответствующий анализ и разработали новые способы борьбы. Помимо анализа проделанной работы с представителями пяти стран Центральной Азии, мы также прорабатываем приоритеты, которыми хотим заниматься в будущем. В настоящее время в странах Центральной Азии растут показатели незаконного выращивания наркотиков, их продажа и потребления. Последствия этого представляют серьезную угрозу будущему соседних стран. Сейчас мы обобщаем наши выводы о разработке новых препаратов против синтетических препаратов и предотвращении потребления этих веществ за счет развития фармацевтической промышленности. Мы надеемся, что наши усилия обязательно принесут свои плоды в будущем. Мероприятие продлится до 7 июня. В программе заключительного дня предусмотрено представление опыта Узбекистана в области профилактики и лечения расстройств, связанных с употреблением наркотических средств.